Часто мне говорят, например, мои клиенты, слушай, ну я не продажник, я там не умею продавать, да? Не хочешь, не снимай, уступи место тому, кому это нужно, кто хочет денег, признание и славы. Хочешь денег, тебе нужно относиться к своему блогу как к бизнесу. Если это тебя заводит, то ты, знаешь, прям на трамплине успеха уже находишься. Уверенность тотальная в себе и в том, что ты говоришь и делаешь. Ладно, я сейчас скидку дам, и они сразу же зайдут. Я думаю, что тут всем очевидно, почему у тебя нет денег в кассе. Все является прогревом, это абсолютно нормально. Пока ты не чувствуешь внутреннюю уверенность свою, ты не сможешь себя красиво продавать. Ты уже из своего опыта создашь что-то свое, что-то уникальное. Очень многие не думают, они просто что-то постят в надежде, что это каким-то образом им поможет сделать продаж. Если у вас не покупают, не сформирован контекст, работайте над этим. Одно из главных желаний у всех, кто заходит в Инстаграм, это как же вести блог так, чтобы у меня покупали. Меня зовут Наталья Чекрина, и сейчас вы находитесь на моем YouTube-канале и смотрите серию подкастов «Расскажи про инфобиз». Я наставник экспертов, помогаю увеличивать продажи, экспертам развиваться в социальных сетях. В детстве я мечтала стать героем интересного фильма, а когда выросла, поняла, что я могу сама создавать интересные сюжеты. И сейчас вы можете смотреть мои видео на YouTube-канале с топами, экспертами, лучшими тем, кто делает максимально крутые результаты в инфобизнесе. И сегодня у меня в гостях очень яркая личность, эксперт по продажам на теплую аудиторию и высокой лояльности аудитории в блоге Виола Инсталлова. Виола, привет! Привет, Наташа! Сегодня мы будем говорить о том, почему кому-то удается делать крутые запуски на 12 миллионов и более, а кто-то очень много времени тратит на продажу, но так и не удается продать даже на 20 тысяч рублей. Обсудим сегодня. Точно! Ну что, расскажи, пожалуйста, какой у тебя есть секрет, как тебе удается выстраивать такую лояльность со своей аудиторией. Я немножко сделала вступление, я подписана на тебя очень давно, смотрю, наблюдаю за тобой со времен 20 тысяч подписчиков. И действительно, ты всегда умела выстроить какую-то такую линию, тонкую связь со своей аудиторией, что они, даже если и уходили, они возвращались к тебе, потому что понимали, что с тобой хорошо. Но при этом, при всем, знаешь, есть такие блоги, когда с тобой хорошо, но ничего не хочу купить у тебя, а у тебя еще и покупают. Расскажи, как тебе удается сделать так, чтобы аудитория твоя тебя любила и покупала? Я думаю, это внутреннее стремление быть на сцене, и поскольку быть на большой сцене я не могу, у меня нет таланта, я не могу петь, не могу танцевать, я не актриса, то я использую свой блог как микросцену, и каждый день туда выхожу, такая, знаешь, руки развожу, здравствуйте, друзья. Вот этот немного артистизм помогает мне выстраивать отношения теплые, долгосрочные со своей аудиторией. Как ты сказала, с 18-го года ты со мной в блоге, и прошло уже сколько? Пятый год идет? Это невероятно. Я очень рада, что прошло столько времени, и сегодня мы с тобой сидим здесь на этом интервью, на этом подкасте. Супер, я тоже, кстати, благодарна, что ты согласилась, это прям отдельная история. Смотри, мне очень хочется сегодня раскрыть тему и аудитории, понять, во-первых, как продавать, а во-вторых, помочь тем, кто сомневается, что недостаточно, может быть, где-то у них есть, знаешь, талант в продажах. Часто мне говорят, например, мои клиенты, слушай, ну я не продажник, я там не умею продавать, да? Расскажи, какие ты используешь в своем блоге вообще продажи, то есть как ты, за счет чего у тебя получается продавать? Я вчера буквально анализировала этот вопрос и думала, что вот, что меня вдохновляет, что меня мотивирует, почему я не могу слезть с этой буквально иглы продаж. И я поняла, я использую этот способ коммуникации с людьми, способ продаж, как собственный, знаешь, как эндорфиновую бомбу. Каждый день туда захожу в этот блог для того, чтобы получить дозу, в прямом смысле дозу внимания, дозу какого-то отклика, деньги, признания, приглашения, интервью. Все, что я люблю, все, что хочет получить моя нарциссическая личность, я это получаю через блог. И люди, вот, которые тебе говорят, у меня, я не продажник, у меня нет такого таланта, я не хочу, не могу. Они просто еще не распробовали этот вкус, когда ты что-то говоришь, что-то публикуешь, буквально там серию каких-то stories, серию постов. И люди такие, да, я тебе доверяю, да, я хочу у тебя купить. Это невероятно подсаживает. Я лично не могу остановиться уже третий год. Третий год в запусках не останавливаюсь и не планирую. Слушай, есть какая-то вот фишечка раскрыть, вот ты говоришь, они просто еще не попробовали. Есть что-то здесь, что их толкнет на желание попробовать? Для начала, если есть, самое главное, с чего стоит начать, это поиск собственного мотива, внутреннего мотива, когда ты понимаешь, что тебе нравится признание. Почему вот именно у блогеров, получается условно, у блогеров я назову тех ребят, которые, ну вот как я, как ты, эксперты, которые ведут свой блог. Людям искренне хочется внимания, хочется признания. Если у тебя этого внутреннего мотива и порыва нет, то, скорее всего, в блоге развиваться будет сложно, потому что развитие личного бренда напрямую связано с публичностью, с медийностью. Если ты это будешь делать из-под палки, если ты будешь себя заставлять, то, скорее всего, не получится. Это все равно, что быть, я не знаю, артистом, быть актером и не любить это делать. Не получится вырасти в профессии, не получится достигнуть результатов. И я думаю, первое, с чего стоит начать, это определить для себя, мне нравится внимание, мне нравится признание, хочу ли я влиять на большие массы людей, хочу ли я популяризировать свои идеи и свой продукт, который я создаю. Если да, то это 90% успеха. Слушай, ты сейчас очень круто сказала, потому что у меня одна из клиентов пришла и говорит, я хочу продавать через блог, я хочу быть знаменитой, но можно так, чтобы я не особо там, знаешь, не проявлялась в блоге, не вела стольки и так далее. И это было очень смешно, когда она через неделю осознала, что по-другому не получится. По-другому не получится. И если ты искренне этого не хочешь, то, скорее всего, нужно выбрать просто другую стратегию продаж. Не знаю, автовебинарную воронку, поставить на холодный трафик свой вебинар, он сам по себе крутится, ты блоги не светишься, не мелькаешь, ты просто работаешь как эксперт, возможно, продюсер забирает большую часть твоего оборота запуска. Вот эта модель может быть ближе. Но те люди, которые хотят сцены, которые хотят признания, которые хотят внимания, которые хотят, которым нравятся вот камеры, ролики, которым всех это заводит, если это тебя заводит, то ты, ну, я считаю, вот, знаешь, прям на трамплине успеха уже находишься. То есть я правильно понимаю, что есть разные типы людей, и каждому типу подходит своя стратегия, верно? Я думаю так, потому что если проанализировать, вот сейчас, если все наши зрители вспомнят тех экспертов в Инстаграме, которые добились успеха в любых нишах, не обязательно в продажах, в наставничестве, абсолютно в любых, они ведут сториз регулярно, они пишут регулярно, они снимают рилс, они регулярно выступают на своей микросцене. Более того, они начинают закупать рекламу, они начинают писать для журналов, они начинают выступать, гастролировать, то есть больше, больше, больше внимания к себе. Человек, которому это не нужно, и который этого боится и не хочет, он не добьется именно в этой сфере такого результата. Потому что это будет противоречить его нутру. Ну то есть, проще говоря, если ты не хочешь получать известность, то и нечего блогингсуваться. Я думаю, есть другие способы, есть другие методы продаж, которые подойдут тебе больше. Зачем мучить себя? У меня главный вопрос к экспертам, которые все время жалуются на то, что надо снимать сториз, надо снимать рилс. Не хочешь, не снимай, уступи место тому, кому это нужно, кто хочет денег, признание и славы. А если и ты этого хочешь, то будь добр, дисциплинируй себя и начинай работать. Ой, я с тобой здесь так согласна. Будь добр, начинай работать. Волшебные таблеточки не существуют. Так или иначе, хочешь денег, тебе нужно относиться к своему блогу как к бизнесу. По-другому не буду работать. Слушай, а давай посмотрим, хорошо, если все-таки возьмем тех экспертов, которые говорят, да я хочу, я вообще люблю стольки везти, я люблю рилсы снимать, но вот не получается продать. Вот я снимаю рилсы, все делаю, нет продаж. Что им здесь, как им вообще, в какую сторону их направить, куда идти? Скажу так, очень обширный вопрос, его можно к нему подходить со стороны психологии, со стороны эзотерики, со стороны родовых программ и блоков. Со стороны маркетинга, трафика и так далее. Скажу главную вещь. Вот моя философия основана на том, что нужно три элемента. Вот чтобы у тебя получилось, нужно три элемента. Охват, это количество людей, которые тебя знают, которые тебя узнают в будущем или которые слышали о тебе. Второй элемент, это глубина коммуникации. То есть не просто поверхностно, я написал пост, все, любите меня. Нет, глубина коммуникации, это та самая контентная воронка. Сегодня мы об этом будем говорить. Глубина коммуникации. И третий, самый-самый-самый главный элемент, это уверенность. Тотальная уверенность в себе, тотальная уверенность в том, что ты делаешь, тотальная уверенность вообще в каждом своем слове. И заметь, я уверена, наши зрители, ты знаешь таких представителей инфобизнеса, онлайн-индустрии, которые могут где-то не дотягивать по экспертизе, где-то там чего-то, но если такая уверенная, знаешь, микрофон взяла, там как, ух, запела, заговорила, и все такие растаяли. То есть это психология взаимодействия с людьми здесь срабатывает. Напомню еще раз, охват, количество аудитории, которое тебя знает. Второе, глубина, это качество коммуникации, которое идет вглубь, вызывая доверие, вызывая симпатию, вызывая желание у тебя покупать. И третье, самое главное, уверенность тотальная в себе и в том, что ты говоришь и делаешь. Очень круто ты сейчас сказала, но я думаю, что нам точно нужно здесь остановиться поподробнее. Давай разберем все-таки аудитории, дадим понять охваты. Как повысить тогда охват, чтобы как можно больше людей узнало, и уже как следствие можно было делать высокие продажи. Если мы говорим про инстаграм и про бесплатные методы, вообще все начинают с бесплатных методов, потому что вначале нет бюджета, нет денег на то, чтобы закупаться рекламой, закупать трафик и так далее. Естественно, это рилс. Ни для кого не секрет, что сейчас все снимают рилс. Сейчас все говорят, снимайте рилс. И я тоже это скажу, но только для тех, кто умеет создавать, кто умеет продавать, кто умеет создавать контентную воронку, кто умеет работать с аудиторией. Не просто так. Почему выгорание от рилс? Почему люди снимают челленджи 30 дней рилс подряд, и на второй неделе у меня ролики не заходят, у меня нет подписчиков, у меня ничего не растет. Ребята, ну так не делается. Вот это, знаете, полить пушкой по воробьям. Съемка ради съемки. Съемка ради съемки, это ни о чем. Рилсы должны быть красивые, качественные, такие, например, как сейчас у нас картинка. Рилсы должны быть, важно, они должны быть смысловыми, целевыми. В них должно быть то, что нужно целевой аудитории. Над этим нужно подумать. Это такая методологическая работа каждого эксперта. Я сейчас не буду останавливаться на этом поподробнее, но это не просто 5 ошибок деятельности психолога. Это немного не об этом. Это слишком поверхностно, и даже если это приводит вам подписчиков, тот самый охват расширяется, то не наступает чего? Второго главного элемента. Глубины. Люди не уходят в сторис, люди не попадают вам в охват в сторис, люди не уходят смотреть ваши закрепленки, просто подписался на всякий случай и убежал. Ничего из этого не получится хорошего. Не будет глубины коммуникации и не будет продажи. Как глубину сделать? Что мне нужно использовать? Я снимаю рилс. Я достаточно хорошо качественный рилс делаю. Как мне увеличить эту глубину, чтобы они не просто подписались, не просто «Вау, так клёво, ты живешь на Бали, я хочу за тобой следить», чтобы они прониклись и прочувствовали, что я этот тот эксперт, которого я хочу купить. Что нужно делать, ребята? Дам такой совет философский. Я долго анализировала, почему у некоторых экспертов, которые снимают по науке, снимают красиво, говорят смыслы хорошие, всё качественно, всё классно, вот если бы по учебнику делали, везде бы галочки проставили, всё так и есть. Но почему не срабатывает, что не так? И я вычислила. Я считаю, что главное, главный затык в этом, внутреннее желание эксперта набрать аудиторию, подпишитесь на меня, все скорее, знаете, вот жадно, вот человек сидит и прям подпишитесь на меня, подпишитесь. Аудитория, знаете, вот люди, мы вообще всё чувствуем, мы по лицу можем считывать эмоции, мы состояние через сторис можем считать. Даже если ты берёшь телефон и говоришь, «А, я сегодня себя так классно чувствую, всё хорошо», а видно на лбу бежит бегущая строка, «Я устала, я не хочу ничего, ничего, меня не покупайте». И я думаю, в этом самый главный затык, когда ты жадно хватаешься и подпишитесь на меня во что бы то ни стало, я тут расставил оборудование, я тут рилсы снимаю. Я думаю, это нужно исключать в себе и поменять, поменять, знаешь, на какую установку? Знаешь, как я, когда брился, выхожу, о чём я думаю? Я не думаю, так, мне надо продать, так, мне нужно зацепить аудиторию, так, внимание, туда-сюда, чтобы они прошли. Я не об этом думаю. Я выхожу, и главная моя мысль какая? Я распространяю своё мнение, я делюсь своими идеями. Люди, слушайте мои идеи. И знаешь, это работает. Когда нет вот этого мета-сообщения «подпишитесь на меня», люди тогда жадно хватают этот контент, они уже хотят с тобой взаимодействовать больше, они уже переходят тогда, вот как раз про глубину, в твой аккаунт смотрят закреплённые жадно. Мне часто пишут, «Виола, я все ваши закрепы посмотрела». Я это не знаю. Я тоже посмотрела. Это, блин, наверное, час времени точно, это большое количество времени. И сториз, то есть человек хочет прикоснуться к каждому формату контента, потому что в эфирах ты один, по одному раскрываешься, в рилс ты раскрываешься по-другому. Иногда можешь что-то брякнуть, иногда можешь вот так что-то резко сказать, как я выхожу, говорю, «Хватит продавать наставничество». То есть я в рилсах раскрываюсь по-другому, в сториз по-третьему, в вечных сториз по-другому, а вот на интервью сейчас вообще по-пятому. Это очень важно. такой объёмной личностью, за которой интересно наблюдать. И что самое важное, это опять про глубину ты спросила. Человек, увидя эфир, я не знаю, пост, рилс, сториз, интервью, он зацепит то, что ему откликается. Там, где он похож на тебя или там, где он хочет быть похож на тебя, отсюда рождается вот эта приверженность, обнимание, любопытство. Хочу последить за тобой ещё, хочу узнать, какой ты на самом деле. А там и до покупки недалеко. Абсолютно точно. Смотри, какая интересная история. Ты сейчас сказала, что люди углубляются, идут внутрь, идут смотреть сториз, актуальные посты, рилс и так далее. А как ты считаешь, на твой взгляд, всё-таки я здесь абсолютно доверяю тебе в качестве продаж, твой уровень продаж высокий, у тебя хорошие результаты. Что ты можешь здесь посоветовать ребятам, в том числе, кто смотрит? Стоит ли ввести какую-то одну линию во всех единицах контента? Или мы можем, грубо говоря, не запариваться на этот счёт, сделать об одном, там, о другом. Сториз об одном, рилс о другом, в постах о третьих и так далее. Ты знаешь, я больше люблю структуру, чем хаос. Я больше люблю выгодное планирование, выгодное от слова выгода. Если, например, у меня запуск, если у меня продажи, даже без запуска, мне нужно продать консультацию. Вот сегодня я проснулась и такая, хочу продать консультацию. Понятное дело, что и в постах, и в эфире, и в сториз, и в рилс я буду продавать, продвигать идею, прийти ко мне на консультацию, а не рассказывать что-то, знаешь, что-то отвлечённое. Этот вариант подходит тем ребятам, которым действительно, у которых не стоит ещё очередь, и действительно нужно продавать. То есть в начале всегда, до того, как ты пробил лёд, мне очень нравится эта метафора. В начале, на пути к твоему успеху, есть корка льда. И эту корку льда очень сложно пробить. Вот это, я снимаю рилса, не получается, я снимаю сториз, не получается. Ты пробиваешь, пробиваешь, пробиваешь эту корку льда, и когда ты её пробьёшь, ты никогда уже не спустишься вниз. Вот со мной это произошло в 2020 году. С зимы 2020 года я ни разу не спускалась вниз, чтобы осталась без аудитории, осталась без денег. То есть каждый месяц с февраля 2020 года я зарабатываю очень хорошие деньги и никогда больше не опускаюсь вниз. Потому что я делала, делала, делала и пробила эту корку льда. Всё. Ты выходишь сюда в невесомость, в новую вселенную, в новый мир, в голубой океан, где тебе уже всё доступно. Но до этого, важно, я почему начала об этом говорить, надо делать всё по науке. Здесь не нужно нарушать правила. Вот так надо в продажах, делай так. Так надо в прогревах, делай так. Когда ты окажешься здесь, вот в этом своём голубом океане, ты уже начнёшь экспериментировать, ты уже начнёшь, а хочу за один день продам, не хочу там неделю продавать, один день приходить и покупать. Ты там начнёшь уже выделываться. Да, да, да. А до этого, будь добр, поработай. То есть и я, и ты, чтобы дойти до этого уровня, мы вкладывали много сил в сторис, в контент, в коммуникацию. И что самое важное, хочу напомнить нашим зрителям, что результаты запусков и результаты продаж, это результаты наработок прошлого. Как ты взаимодействовал в прошлом с аудиторией, как ты выстроил доверие, как ты выстроил коммуникацию. И запуск – это ответ, финансовый ответ на твои прошлые действия. Если ничего не делал, регулярности никакой не было, извини, дружище, пока ничего не выйдет. Да, если ты сегодня хочу вести сторис, завтра что-то я устал, а потом, почему у меня продаж нет, ну, я думаю, что тут всем очевидно, почему у тебя нет денег в кассе. Скажи, пожалуйста, у тебя, ты сейчас говорила про то, что есть определённые правила продаж, нужно делать по науке. Есть ли у тебя какие-то правила продаж в блоге, благодаря которым тебе удаётся делать запуски, хорошие запуски? Первое правило продаж – нужно научиться продавать свои идеи. Идею прийти к тебе на консультацию, идею того, что нужно, не знаю, поставить виниры, если ты стоматолог, дантист, идею того, что нужно купить украшения, если ты занимаешься украшениями. Тебе нужно продать идею того, чем ты занимаешься и чем ты зарабатываешь, своей аудиторией. И только после этого начинаются продажи. Если ты выходишь из бухты-барахты, говоришь, «Так, ребят, у меня консультация по распаковке личности, 5000 рублей, приходите», и ты слышишь сверчки в директе, просто тишина. И ты такой, «Да я же 5000 поставил, ну 3 копейки же, ну что, 3500 мне что ли ставить?» И что делают эксперты? Они обычно, вот как раз такого уровня, они обычно, «Ладно, я сейчас скидку дам», и они сразу же зайдут. На самом деле не продана идея, не пройден первый этап прогрева, классического нашего прогрева. Чтобы никто не пугался этого слова, через прогрев продается абсолютно все. Вот все в нашем мире – это прогревы. Даже реклама на остановке – это микропрогрев, сразу офер, сразу телефон, призыв к действию. То есть все является прогревом, это абсолютно нормально. И лучше научиться этому, делать это профессионально, для того, чтобы зарабатывать много денег, и жить жизнь своей мечты. А после того, как продана идея, и люди уже в принципе хотели бы воспользоваться услугой, инфопродуктом, купить у вас то, что вы продаете, нужно продать себя. У экспертов, которые делают многомиллионные запуски, этот этап, он перманентно, знаешь, на 100% вот эта вот батареечка заполнена. Всегда человек продан, условно, своей аудитории. Доверие вырабатывается моментально, потому что есть предыдущие заслуги, есть кейсы, есть результаты, есть, не знаю, охват в СМИ, есть очень-очень много всего, дипломы, образования и так далее, что уже человека продает буквально за секунды, после того, как новичок, например, из Рилс его увидел. Если ты пока вот на этом уровне, до того, как пробил, да, вот эту ледяную корку, тебе нужно продавать себя в том числе. Почему, почему именно тебя я должна выбрать? Почему именно тебе должна довериться? Почему тебе должна заплатить? Вот этот второй главный вопрос, на который ты должен ответить в своем контенте. И знаешь, как это очень хорошо связано с тем, что мы говорили ранее про уверенность. Помнишь про то, пока ты не чувствуешь внутреннюю уверенность свою, ты не сможешь себя красиво продавать. И как раз те ребята, те клиенты, которые говорят, блин, у меня вот здесь не получается продать, хотя я вроде делаю и консультации, и работаю. Но если ты внутри не чувствуешь уверенность заявить, выйти в своем блоге, заявить о том, что я крутой эксперт, у меня есть вот такой, такой, такой результат, то, к сожалению, выстроить доверие не получится. Это никак не отразится на продажах. Люди будут считывать вот эту неуверенность, и они пойдут к тому, кто ярко и смело о себе заявляет. Вот такая индустрия у нас в Инстаграме. Так работают продажи через, вот, скажем, психологию, через эмоциональный маркетинг. Там именно такие правила. Не классического маркетинга, а именно по взаимодействию с человеком. Очень часто наши потребители, покупатели выбирают нас, и даже подписчики, не потому, что ты самый крутой, не потому, что ты номер один, не потому, что ты самый лучший, а потому, что ты понравился как человек. Вот это очень важно. А нравится что? Энергия, уверенность, харизма, вот эти самые некопируемые преимущества, которые никто не может подделать. Твой продукт могут подделать, твой прогрев могут подделать, но тебя самого, твоё вот это естество не подделать. А это ведь самое главное, это самая движущая сила продаж. Да, и мне кажется, что сейчас многие сидят и думают, что это и самая сложная, сложная та продаж, потому, что нужно заявить о себе. И знаешь, мне ещё, что стало интересно, сейчас как раз на рынке есть большое количество действительно сильных, уверенных экспертов. Я говорю про тех ребят, который такой костяк инфобизнеса, и у каждого из них есть свой инфопродукт, и у каждого из них есть своя харизма, своя идея. Кто-то прям активно, абьюзивно отрабатывает свою аудиторию, кто-то очень мягко, деликатно направляет её в ту сторону, в которую нужно, кто-то вообще патентует свои инфословечки и так далее, со своей выгодой. Когда эксперты чуть ниже по уровню находятся, они стоят, смотрят вот туда вверх и такие, блин, мне, мне что выбрать из этого, мне куда идти, мне какую стратегию взять. Как ты думаешь, вот как в таких случаях поступать, какую стратегию, выбирать эксперта, или же смотри, как не заблудиться в этом огромном выборе. Скажу так, смоделировать успешную стратегию другого человека, другого эксперта можно. Я, например, тот человек, я человек-хамелеон. Если я вижу, что у кого-то что-то работает, я тут же начинаю делать так же, чтобы попробовать. Вдруг это действительно секретик успеха, вдруг действительно, но проходит день, неделя, и я возвращаюсь к истинной себе. Невозможно притворяться. Каким бы ты ни был хамелеоном, как бы круто ты не моделировал чужие стратегии, все равно твое нутро, оно себя проявит. Если ты светлый, добрый человечек, ты не сможешь объязивно относиться к своей аудитории. Я пробовала, я пробовала. Я тоже пробовала. Это, мы с тобой, дай руку. Очень было тяжело. Мы такие, ага, наверное, вот в этом секрет денег. Ребят, не повторяйте наших ошибок, пожалуйста. Это не сработает. Главное, что здесь нужно сделать, чтобы не ошибиться и не заблудиться, как ты сказала, нужно хорошо себя узнать. Нужно понять, какая я на самом деле. Очень часто в человеке есть, не очень часто, это всегда, все психологи это знают, мы дуальны. Насколько ты добрый, настолько же ты будешь злой. Насколько ты отдающий, настолько же ты меркантильный, например, это нормально. Но для себя ты должен, вот ядро своей личности, ты сам себя должен понимать. Это один из запросов коучу и психологу, кстати. Я даю такую рекомендацию нашим зрителям, потому что лично я, для того, чтобы продолжать, продолжать масштабироваться, задаюсь этим вопросом и прорабатываю это. Потому что без понимания того, кто я есть, кто я, как я хочу реагировать, как я могу реагировать на окружающее, сложно создавать еще и контент. Если ты сам для себя не можешь быть понятным, как ты для сотен и тысяч людей будешь понятным. Мы сегодня много говорили о том, что важно, чтобы люди тебя полюбили, важно, чтобы люди тебя приняли, такого какой ты есть. А если вернуться немножечко в инструменты, и в инструменты именно введения блога, так как мы уже понимаем, что это важная часть для продаж, как какие-то есть инструментарии, с помощью которых мы можем влиять на нашу аудиторию и вызвать любовь ее к нам. Безусловно, чтобы продавать в Инстаграме, любовь аудитории нам пригодится. Ее доверие, ее признание, ее приверженность. Нужно провести человека в состояние, я холодный подписчик, я только что тебя увидел в Рилс, до состояния приверженности, до состояния даже клиента, когда человек готов рублем голосовать за тебя. Нужно создавать контент для того, чтобы проводить людей, так скажем, по эмоциональной воронке. Будем ее сегодня так называть. Есть контентные воронки, есть эмоциональные, когда человек читает твой пост, смотря твой прямой эфир, смотря твой Рилс, он начинает испытывать определенные эмоции. Смотрите, когда на курсах, СММ, запусков, блогерства, вам говорят, снимайте Рилс, снимайте сториз, снимайте там все, 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 это делается не для того, чтобы это снять и выложить. На самом деле, это делается для того, чтобы настроить эмоциональную связь с людьми. Как ты видишь, ты меня отправляешь в инструмент, а я говорю, в инструменты круто, но они делаются, создаются специально для того, чтобы с большим количеством людей повзаимодействовать и большее количество людей в себя влюбить. Ну, то же самое, как артисты делают, как актеры делают, они выходят, не знаю, там делают, какую-то сцену нам показывают, и мы такие, ах, класс, эмоции, побежали, слезы, мурашки, вот это вот все. Люди испытывают те же самые мурашки, слезы, сопереживания, просто просматривая сториз. Тебе писали когда-нибудь, Наташа, посмотрела твою историю, прям расплакалась, боже, как мило, как тут два сюда. А какую тебе тоже сториз писали, вот так, поделись. Мне так пишут очень часто, и про переживания насчет, не знаю, будущих детей, про одежду, пошла там нарядиться, не знаю, порвала колготки, все такие, ха-ха-ха, у меня тоже так было. Вот эти истории, то, что мы рассказываем в нашем блоге, ну, всем же это уже давно понятно, это вызывает эмоции у людей. А эмоции, это что? Это главные эмоции, мотивируют людей к действиям. А действия, это то, что нам нужно, потому что действия, самое главное, которому мы ведем в продающем блоге, ребята, это продажа. Поэтому, конкретно, по форматам, по инструментам, снимаем рилс, для того, чтобы охватить большое количество аудитории, снимаем сториз, для того, чтобы дать глубину и настроить вот эту эмоциональную связь с людьми. Сделаем в закрепах классную, такую контентную воронку, пройдясь, по которым человек такой, вау, хочу тебя купить. Я, например, свои закрепленные сториз, они у меня созданы не просто так. От первой до последней я села, открыла весь свой контент, и я подумала, а как я хочу провести человека? Первое будет о моем продукте, второе будет раскрывать, например, какую-то боль индустрии, или боль моей целевой аудитории, третье будет продавать меня, четвертое будет и так далее. То есть все закрепы, которые у меня в моем аккаунте, они в таком порядке, не просто так, это не хаос, не случайность, они продуманы и закреплены специально, для того, чтобы провести человека по вот этой эмоциональной воронке, так скажем, чтобы он на выходе через 10 минут, что мне написал, Виола, что у вас купить? А потом приходит, приходит Наташа на интервью и спрашивает, Виола, а как сделать так, чтобы в блогах у экспертов было бы так, а как, чтобы писали, хочу у тебя купить? Нужно создавать в каждом своем действии контентные единицы, которые будут взаимодействовать с человеком, чтобы он посмотрел, доверился, сразу почувствовал, это то, что мне нужно, кейсы подтверждения, социальные доказательства, триггеры, ограничения, у меня все, я готов покупать, вот так это делается быстро. Знаете, сейчас хочу сказать, вы слышите, что говорит эта женщина? Она думает перед тем, как выкладывать контент, а очень многие не думают, они просто что-то постят в надежде, что это каким-то образом им поможет сделать продажи, но не поможет, пока вы не начнете думать, зачем вы выкладываете рилс, зачем вы выкладываете сториз. Вот здесь сразу же мне интересно, есть, знаешь, история, что ой, я все делаю в легкости, я все делаю по кайфу, в моменте, вот сейчас. Ты по всем популярным триггерным темам сегодня идешь. Это все важно для продажи блоги, понимаешь? А есть вот как раз стратегия, маркинг, просто я очень системный человек, я обожаю таблички, я обожаю планы, я знаешь, майн-карты, это все мое, вот я точно так же, перед тем, как сесть, какой-то контент создавать, я сначала подумаю, распишу, а посмотрю, все ли окей, и потом иду, редко когда я прям, что-то знаешь, вот бездумно делаю. А тебе какая больше стратегия ближе вообще, как вот здесь вот? Ты знаешь, наверное, конечно, я тоже человек структуры, я очень люблю, когда все систематизировано, все отслеживается, но я знаю, что работает и по-другому. Я знаю, что работает и просто вот, ну, когда человек, знаешь, выходит и такой, а покупайте, а вот сегодня у меня такое настроение, и что, и покупают же. То есть, нет задачи сказать всем, что только так, только структура, система и так далее. Все хотят систему, но мало кто ее себе действительно делает. Хочу сказать, что работает и абсолютно диаметральный способ продажи, когда все на лайте, ничего не записано, не запротоколировано, все делается вот так хаотично, и аудитория, которая это нравится, покупает у такого эксперта. То есть, можно и так, и так. И это как раз про ту проявленность, как ты показываешь себя в блоге. Если ты привык к системе, показываешь, что ты привык к системе, к тебе притянутся люди к системе. Если ты любишь вот такой кайф, лайф, я не знаю, все что угодно, я вообще с тобой 100% согласна, что это работает. И больше даже скажу, знаешь, это такая типа история вдохновения, когда ты четко понимаешь, что ты хочешь, у тебя срабатывает какая-то, знаешь, нотка вдохновения, и тебе на легкости удается создать весь контент за 15 минут. Это, знаешь, мне понравилось, я тут смотрела Рилс Аветова, и он сказал о том, что многие думают, что для того, чтобы снять классные сторис, нужно сесть и прописать, изучить инструкции. А на самом деле, для того, чтобы прописать классные рилс, для того, чтобы прописать классные рилс, нужно иногда поехать к океану. Безусловно. Безусловно. Работает и стратегия прописанная, все, план, и работает иногда легкость. Но знаешь, в чем здесь ключевое отличие вот этой легкости и хаоса от системы? Система срабатывает чаще, чем легкость. То есть здесь, может быть, вспышка и выстрел, повезло, вау, круто, сейчас вот так сработало. А здесь вероятность успеха гораздо, гораздо больше, и он наступает гораздо чаще. То есть, если вы все-таки начинайте, если вы находитесь на стадии вот такой еще, до момента, корки льда, берем систему, берем инструменты, берем понимание, зачем, и движемся. Правильно? Это закономерный путь любого человека в любом деле, чтобы научиться рисовать. Ты сначала изучаешь всю механику, все инструкции, по книжке сидишь, также игра на пианино, также все, что угодно. Сначала ты изучаешь инструкции, чтобы что? Чтобы потом их выбросить в окно, нарушить и сделать по-своему. Но до этого уровня нужно дойти. Пока ты новичок, пока ты там пробуешь себя, делай все вот как советуют, так и делай. Пробуй делать так, как тебе советуют наставники, более опытные менторы. И тогда у тебя что-то дополучится, и ты уже из своего опыта создашь что-то свое, что-то уникальное. Как раз здесь вот очень интересный момент, что когда мы говорим делай что-то, пробуй, бывали ли у тебя моменты, когда ты что-то делала, что-то пробовала и не срабатывала? Если мы будем говорить о продажах, то конечно. Все, только о продажах, только о продажах сегодня. Конечно. Я же профессиональный фотограф. Я 9 лет работала, снимала свадьбы. И потом я такая, надоели мне свадьбы, ну-ка, давай-ка я пойду в инфобизнес, так скажем. Это был 18-19 год, и я ничего тогда об этом не знала, но я знала, что я хотела выступать, самая моя мечта вообще в моей жизни, моя карьера, надеюсь, этим как бы будет венчаться. Это выступление со сцены. И я такая думаю, так, если я фотограф, и я хочу выступать, как это совместить? Ну, логично, что передать свои какие-то знания и опыт перед аудиторией других фотографов, где я им расскажу, как надо снимать, как добиться таких же результатов, там, в свитокоррекции, в качестве, в сценнике и так далее, в количестве клиентов, как я. Я вышла и говорю, я придумала, приходите на мастер-класс «Квантовый скачок в фото-бизнесе». И что ты думаешь, ноль продаж? Я такая, ладно, выхожу через неделю, ребята, у меня мастер-класс, квантовый скачок в инфобизнесе, покупайте. Опять сверчок в директе. Я три раза пробовала продать этот, удовлетворить свою потребность выступлений и, собственно, понять, что это такое, когда я преподаватель, и люди приходят, платят деньги мне, я выступаю перед ними. Было ноль продаж трижды. И мне в блоге, я рассказывала эту историю, они меня часто спрашивают, «Виола, а как вот ты не сдалась? Откуда у тебя была мотивация?» Я говорю, «Да вы что? Да ну, я переступила, пошла дальше, вообще плевать, ну не получилось, ничего страшного». Это потом я поняла, что прогрев надо делать, что продать идею надо себя, социальные доказательства, и вот это вот все боль надо актуализировать. А так вышло с бухты-барахты, вообще контекст не сформирован, что я, например, у меня можно учиться, естественно, никто не купил. Если у вас не покупают, не сформирован контекст. Работайте над этим. Очень круто сейчас сказала. Правда? Давай немножко девчонок вот здесь поддержим, может быть, и молодых ребят. Вот как раз становимся на том моменте, как не переживать, как не цепляться, как не уходить в себя, что не получилось, потому что, ну, действительно, есть ребята, которые много сил вкладывают в свое развитие, финансов, закупка рекламы. Это время, все-таки блог, это время, которое ты вкладываешь в то, чтобы реализовать какую-то свою идею. Время, силы, ресурсы, все вкладываешь. И если кто-то вкладывает, большинство вкладывает очень много времени, кто хочет добиться результата, и бывает такое, что не сработало. Гипотеза не сработала. Было три гипотезы, ни одна из гипотез не сработала. Как здесь внутри себя поддержать? Как ты себя в такие моменты поддерживала? Я опиралась только на свои мечты. Я хотела выступать. Я хотела, и ничто не могло меня сломить. Ни с фотографами, так с другими. Не с этими, так с третьими. Я не сдавалась. Я верила в свою цель. Я верила в свою мечту. Я искренне этого хотела. А сейчас, мне кажется, многие люди не совсем слышат свои цели и мечты. Я вот хочу жить хорошо. Я хочу, чтобы у меня жизнь была моей мечты, путешествия и все. Я хочу выступления, я хочу сцену, я все хочу. И ради этого, именно это меня каждый день мотивирует брать этот телефон и рассказывать ребятам, что у меня произошло за день. Понимаешь? Цель и мечта. Их надо слышать. И тогда ты будешь, будешь, будешь делать шаги. И не может быть такого, сто процентов вам говорю, не может быть такого, чтобы не получилось. Ни у одного человека на свете еще не получилось, если он искренне шел к своей цели и мечте. И здесь очень круто заметить каждому, а у вас точно мечта прийти в инфобизнес, чтобы стать известной, чтобы делиться. Или все-таки основная задача это заработать и по-быстрому уйти. Тогда это уже не... Это money making называется. Когда мы делаем продажи, когда мы делаем запуски, чтобы заработать денег. Я не скажу, что так делать нельзя. Так тоже делают. То есть я сразу смотрю на реальные примеры из нашей жизни. Если так кто-то делает, у него это срабатывает, значит это возможно. Когда я думаю в своей голове, что что-то невозможно, невозможно объединить аудиторию, чтобы она покупала. А смотрю, возможно. Невозможно не уметь петь. И чтобы собирались залы. Смотрю, возможно. Значит, возможно. Значит, у меня есть шанс при тех же активах, а еще даже лучше активы, если у меня сделать еще круче результат. Понимаешь? Я вот так всегда смотрю. Если что-то возможно, то, что кажется мне странным, я думаю, так я же еще лучше умею. Значит, я вообще, мне успех просто в космос положен. Это крутая твоя черта, которую, ребят, просто берите и забирайте себе. Я думаю, что сейчас у каждого инсайт нуло внутри, что, блин, серьезно же, что я сливаюсь, нет ничего невозможного, нужно идти вперед. У меня есть клиенты, которые говорят, что, Наташа, я понимаю, ты занимаешься продажами, ну, ты тоже занимаешься продажами, да, мы с тобой вместе продаем онлайн. Я фотограф как раз, я психолог, я сексолог, я там, эзотерик, еще кто-то. Я хочу делать свою работу. Я не хочу вот это вот все. Я не хочу снимать stories. Я не хочу, это не мое вообще, понимаешь? Это не мое. Я хочу вести свою работу. Как тогда им продавать, то есть, как им поменять свое мышление? Вообще, и надо ли им менять свое мышление? Надо ли им вести блог? Как им заставить себя вести блог? Я думаю, здесь нужно, во-первых, подумать о том, не занимаю ли я чье-то место, кто искренне хочет признание денег и всех благ, которые дает блог, а не отстраняться от этого. Это первое, о чем нужно подумать. Второе, что следует помнить, никто не просит вас сейчас 24 на 7 отвисать в блоге. Очень классная стратегия, например, ввести stories через день. Тогда всегда будут более-менее хорошие охваты. Тогда ты не будешь уставать, не будешь выгорать. Ну и плюсом, надо подумать, если ты фотограф, ты же хочешь по-любому делиться своим творчеством. Есть у тебя творческая профессия, если тебе есть чем поделиться, есть что рассказать, ты можешь портфолио свое туда выложить. Это же какой кайф, это те самые гормоны, удовольствия, которые ты получаешь от признания своих работ. Поэтому я предлагаю посмотреть на блогинг и на задачу создавать контент, вести stories, вести reels, не как рутина, не как то, что нужно сделать, вот эти подписчики должны прийти, а как на возможность распространить свое творчество, распространить себя. Боже, это же такая возможность, бесплатно скачал приложение в телефоне, просто нажал там две кнопки, и ты уже как звезда. Это же гениально, это же просто гениально, ребята. Как от этого отказаться, я не понимаю. Просто мы с тобой фанаты сцены. Фанаты сцены. Поэтому мир блогинга для фанатов сцены. Если вы нет, то, ребята, меняем мышление срочно. Надо найти в себе эту черту, надо найти в себе желание и захотеть этого, захотеть вот этого внимания от людей, попробовать хотя бы. Тогда и будут у вас продажи, тогда и аудитория вас будет любить, и кайф будет от процесса, и удовольствие. Верно? Однозначно. Ну что, я тебя благодарю за сегодняшний наш подкаст. Ребята, у кого остались какие-то вопросы, вы можете задавать. Обязательно нужно подписаться, поставить лайк и написать в комментариях, как вам наш сегодняшний подкаст. Мы с вами увидимся обязательно на следующем эфире. Ждите, будет анонс. Благодарю тебя, что пришла ко мне в гости на подкаст. Спасибо тебе, что пригласила. Очень была рада быть твоим гостем. Супер.